Премудрость. Глава 11. Она благоустроила дела их рукой святого пророка. Они прошли по необитаемой пустыне и на непроходимых местах поставили шатры, противостали неприятелям и отмстили врагам. Томились жажды и воззвали к тебе, и дана им была вода из утесистой скалы и утоление жажды из твердого камня. Ибо чем наказаны были враги их, тем они, находясь в затруднении, были облагодетельствованы. Вместо источника постоянной текущей реки, смрадную кровью возмущенной, в обличении их детоубийственного повеления, ты неожиданно дал им обильную воду, показав тогда через жажду, как ты наказал их противников. Ибо когда они были испытываемы, подвергаясь, впрочем, милостивому вразумлению, тогда познали, как мучились во гневе судимые нечестивые, потому что их ты испытывал, как отец, паучая, а тех, как гневный царь, осуждая, истязал, и отсутствовавшие, и присутствовавшие, одинаково пострадали. Их постигла сугубая скорбь истинания от воспоминания о прошедшем. Они, когда услышали, что через их наказание те были облагодетельствованы, познали Господа. Кого они, прежде как отверженного, отреклись с ругательством, тому впоследствии события удивлялись, потерпев неодинаковую с праведными жажду. А за неразумные помышления их неправды, по которым они в заблуждении служили бессловесным пресмыкающимся и презренным чудовищем, ты в наказание наслал на них множество бессловесных животных, чтобы они познали, что чем кто согрешает, тем и наказывается. Не невозможно было бы для всемогущей руки твоей, создавшей мир из необразного вещества, наслать на них множество медведей или свирепых львов, или неизвестных новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием, или извергающих клубы дыма, или бросающих из глаз ужасные искры, которые не только повреждением могли истребить их, но и ужасающим бидом погубить. Да и без этого они могли погибнуть от одного дуновения, преследуемого правосудием и рассеваемого духом силы твоей, но ты все расположил мерою, числом и весом, ибо великая сила всегда присуща тебе, и кто противостанет силе мышцы твоей? Весь мир пред тобой, как колебание чашки весов, или как капля утренней росы, сходящей на землю. Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния. Ты любишь все существующее и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел. И как могло бы пребывать что-либо, если бы ты не восхотел? Или как сохранилось бы то, что не было призвано тобою? Но ты все щадишь, потому что все твое душелюбивый Господи. Субтитры создавал DimaTorzok